Туристы смогут компенсировать траты. До конца года в стране в пилотном режиме запустят систему Tax-Free. Женщине удалось вырваться. Полицейские подтвердили информацию о попытке похищения. По факту проводят досудебное расследование по статье «Похищение». Сотрудники отрабатывают несколько версий нападения. Это выкуп, бытовой конфликт или финансово-хозяйственная деятельность. Отмечу, Гольфас Аубанова в разные годы занимала руководящие должности в сфере здравоохранения региона. Является учредителем медицинского холдинга, в который вошли областной диагностический центр, а также частная поликлиника и роддом. Полицию обратилась Павлодарка 1958 года рождения о том, что неизвестное лицо в отношении нее применили насилие. По данному факту ориентирован весь гарнизон Павлодарской области, составлена ориентировка. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-рыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту. Между тем, начальника одного из районных отделов полиции Павлодара нашли повешенным. По предварительной версии он совершил суицид. Назначены необходимые экспертизы. А вот родные погибшего считают, что его могли довести до самоубийства. А якобы в последнее время он жаловался на притеснение со стороны вышестоящего начальства. Ушедший из жизни майор прослужил в органах 12 лет и являлся замом начальника отдела полиции Павлодарского района. У погибшего остались ребенок и беременная супруга. А в декабре офицеру исполнилось бы 35 лет. Столичных полицейских обучили технике ведения переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. Сегодня и журналистам показали, как в максимально приближенных к реальности условиям может происходить общение с преступниками. Специалисты отмечают самая главная возможность найти общий язык со злоумышленниками и разрешить ситуацию методом переговоров. Они включают активное слушание, оперативную реакцию, управление временем, а также тактический сбор информации. Обучение, к слову, проводят в столице уже второй год при поддержке посольства Израиля и миссии ОБСЕ в Казахстане. Генпрокуратура в очередной раз обратилась к казахстанцам в связи с призывами к митингам. В заявлении первого заместителя генпрокурора Берека Осылова отмечается, что призывы к проведению протестных акций 21 сентября незаконны. Деструктивные силы вводят в заблуждение населения относительно мер соцподдержки и межгосударственных отношений, пытаясь разжечь социальную и национальную рознь. Осылов еще раз подчеркнул, что такие действия запрещены законом, поэтому правоохранители будут реагировать и принимать строгие меры к нарушителям. Генпрокуратура призывает не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Столица и Мангостаусская область остались в аутсайдерах по вводу жильям. По сравнению с 2018 годом показатели этого в главном городе снизились на 33%, в Мангостаусском регионе на почти 10%. Такую статистику на брифинге в правительстве озвучил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития, словом Кайрбека Ускинбаева. В этом году из госбюджета выделили почти 33 миллиарда тенге на строительство 6 тысяч единиц арендного жилья без права выкупа. Для многодетных семей до 2025 года планируют возвести 40 тысяч арендных квартир. А между тем, на вопрос журналистов, не считают ли в Кабми несправедливым выдачу всем казахстанцам ипотечных кредитов под 2%, глава Жилстройсбербанка Лязат Ибрагимова ответила следующее. В принципе социальной справедливости, когда мы говорим об Акаталатбасе, мы должны понимать, что это деньги республиканского бюджета. Мы получили этот займ из Министерства финансов, который государство могло бы потратить на другие цели. Но решили, что это будут многодетные семьи неполные и дети с ограниченными возможностями. Поэтому распространять на все категории населения, это я считаю абсолютно несправедливо. Поэтому был введен критерий по доходу. То есть если семья имеет очень низкие доходы, соответственно она никогда не сможет обслуживать классическую ипотеку. О доступности, качестве и себестоимости возводимого в стране жилья мы поговорим с руководителем строительной компании Айдосом Ухатаевым. Он сейчас на прямой связи по скайпу. Айдос, здравствуйте. Как вы считаете, вопрос качества строительства доступного жилья сегодня уже решили? Или же все-таки имеет место быть возведение таких домов по остаточному принципу? Добрый день. Значит, в сегодняшний день государственные заказы на строительство жилья из года в год качество улучшается. Но, конечно, не отвечает современным требованиям ОСР. Поэтому контроль государственного жилья с каждым годом увеличивается и жилье становится более комфортным. Конечно же, наше государство перешло на политику передачи строительства в более конкурентную среду, для бизнеса. Прошлый год благодаря этому был рекордным для Казахстана. Возвели 12,5 метров жилья в Казахстане. Это рекорд для Казахстана. Показатель 0,67 квадратных метров на человека. И 2019 год ожидается еще больше. Если мы будем идти такими же темпами, получается, что в течение 5-6 лет мы достигнем 1 квадратный метр на человека строительства. Это 18 миллионов квадратных метров. Это большой показатель для Казахстана. Это будут стандарты мировые. Мы приблизимся к мировым стандартам. Дай бог так и будет. Айдос, а рынок испытывает сегодня дефицит строительных материалов? Раньше специалисты говорили, что существующий дефицит покрывают за счет российской продукции. Картина как-то поменялась? Картина меняется из года в год. В начале 2000-х было, что доля импортного составляющего доходила до 60%. Сейчас доля импортного составляющего максимум 20%. И из года в год бизнес увеличивает объемы строительных материалов. И сегодня 80% строительных материалов производится в Казахстане. И если это эконом-жилье, то местное содержание получается 98%. И нехватных материалов практически в Казахстане нет. А какой процент на сегодня закупают в тенге, а какой в долларах? И как это отражается на конечной стоимости квадрата? Все зависит от класса жилья. В элитном сегменте доля импортного составляющего доходит до 40%. В комфорт-классе 10%. И, конечно же, импортная составляющая влияет на цену, но небольшую. В комфорт-классе это всего лишь 10%. И в Казахстане не производятся такие вещи, как такие стройматериалы, составляющие, как лифты, фасады. Но сейчас появляется новое производство. И в ближайшие 5-6 лет импортная составляющая будет снижаться по тенденции до 5-7%. Благодарю Айдос за подробную информацию, а мы продолжим. Снизить штрафы за нарушение санитарных норм предложил основатель компании Happy Cake на ежегодной конференции предпринимателей. По его словам, сегодня за нарушение в этой сфере физических лет смогут оштрафовать на 30 МРП или 75 тысяч тенге. А вот для малого бизнеса это уже 230 МРП, более полумиллиона тенге. Для среднего 310 МРП и для крупного бизнеса 1600 месячных расчетных показателей или свыше 4 миллионов. Бизнесмены считают, что штрафы не соразмерно высокие. Поэтому предложили пересмотреть кодекс об административных правонарушениях, поскольку в нем нет даже нормы о предупреждении за первое нарушение. Кроме того, не предусмотрена градация соотношения рисков, которые несут нарушения санитарных правил. Казахстанскую соль убирают с российских прилавков. Покупатели из соседней страны массово призывают отказаться от продукции компании Araltoos. Скандал вокруг крупнейшего отечественного производителя набирает обороты. В сети распространяют кадры, на которых поваренная соль не растворяется в воде полностью, якобы из-за наличия стекла. Пользователи также рассказывают об отсутствии вкуса и запаха. В свою очередь, казахстанский производитель поспешил заверить, что стекла в пачках с солью быть не может. Представитель компании Татьяна Козырева сообщила, что в продукте только природные минералы. Она добавила, что из-за массовой истерии компания-поставщик несет крупные убытки. Между тем, в Роспотребнадзоре уже проводят соответствующую проверку. Казахстанские маслоделы провели B2B-встречи с предпринимателями Узбекистана. Переговоры о сотрудничестве прошли при содействии представительства «Казахэкспорт» в Ташкенте. Узбекские партнеры заинтересованы в плодотворном сотрудничестве и гарантируют исполнение договорных обязательств на всех уровнях. Подробности в следующем сюжете. Казахстанские маслоделы представили свою продукцию в Узбекистане. Масложировые изделия пользовались спросом у предпринимателей из соседней страны. Объединившись под брендом «Казмай», отечественные производители договорились о крупных поставках на узбекистанские прилавки. Компания «Казахэкспорт» готова им в этом посодействовать. Экспортер из Казахстана хочет зайти на рынок Узбекистана. Мы с удовольствием поможем им найти потенциальных покупателей, партнеров в Узбекистане. Таким же образом мы можем предоставить информационные услуги для импортеров из Узбекистана. Весной «Казахэкспорт» открыл свое первое представительство в Ташкенте, чтобы оказать экспортерам поддержку в финансовом страховании вместе с казахстанскими банками. Совместно они рассматривают проекты по страхованию аккредитивов, выпущенных узбекскими банками. Это позволит казахстанским экспортерам получать оплату сразу после отгрузки товара, а узбекским покупателям получать финансирование на приобретение казахстанской продукции. Помимо этого для бизнесменов доступны такие инструменты, как торговое финансирование для импортеров, предэкспортное финансирование для экспортеров, страхование экспортного кредита и так далее. Компания поможет нам в организации финансовых переводов и будет контролировать свою временность в исполнении договорных обязательств. Кроме этого, обеспечит сохранность и оперативную доставку товара до места назначения. Узбекистан является большим потенциальным рынком для поставок казахстанской масложировой продукции. Об этом свидетельствуют активные переговоры предпринимателей на B2B-встречах и активная поддержка со стороны «Казахэкспорт». Между тем, до конца года в пилотном режиме запустят систему «Такс-фри». Об этом на полях туристического форума сообщил заместитель председателя правления компании «Казахтуризм» Гирки Булан Хасенов. Отмечу, что данный проект уже опробируют в одном из алматинских торговых центров. Напомню, что сегодня завершается первая в СНГ международная туристская выставка Азиатско-Тихоокеанского региона. И более подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Она на прямой связи со студией. Улпан, добрый день, тебе слово. Добрый день, Эльвира. Спасибо. Отмечу, что внедрение запуска системы «Такс-фри» ожидается в четвертом квартале текущего года. Ранее было отмечено, что внедрение проекта планировалось согласно госпрограмме развития туристской индустрии на 2022 год. За счет данной меры в Казахстан планируется дополнительно привлечь порядка 300 тысяч иностранных туристов в год. А вот ожидаемый экономический эффект от системы до 2025 года составит порядка 200 миллиардов тенге. Что касается возврата НДС, то он будет варьироваться в зависимости от бренда, банка и оператора. Интересно, что возврат будет осуществляться только наличным путем. Ну а прямо сейчас мы побеседуем с директором компании по внутреннему туризму Антоном Аметиным. И он расскажет нам о развитии отрасли, как проходит она на практике. Антон, добрый день. Добрый. Пожалуйста, о развитии отрасли говорят очень много и давно, даже принимая соответствующие госпрограммы. Какую роль играет выездной туризм для развития отрасли? Ну, коротко сказать про это сложно. На самом деле, это, наверное, целую программу можно посвятить этому. Это моя одна из любимых тем. Ну, коротко сказать, наверное, во-первых, это импорт. Экспорт, прошу прощения, это экспорт услуг, да. Если мы экспортируем там нефть, газ или какие-то там цветные металлы, их надо сначала добыть, сделать. Вообще, они должны быть находиться в земле, да. То туризм – это экспорт того, что, скажем, неиссякаемо. Это эмоции, это природные ресурсы, в том числе, это какой-то креатив, это идеи, это оптимальная логистика, это человеческие наши ресурсы, наши улыбки и то, что мы можем дать, в принципе, в неограниченном количестве иностранным гостям. Соответственно, объемы этого экспорта не исчерпаем, да, и количество креативности этих идей, технологий, которые можно в туризм привнести и потом превратить в турпродукты, продавать, оно бесконечно. То есть, это, соответственно, рабочие места. Рабочих мест очень много. Есть статистика НВТО, что там один турист создает достаточно несколько рабочих мест, да, сопутствующие сферы. Это приток валюты, как правило. Вот даже по частному случаю, если взять данную выставку, да, ПАТО, на нее сейчас несколько сотен делегатов различных приехало с разных стран. Я эти три дня в ближайших ресторанах, да, например, обедаю, вижу, что они практически все полные, мы ждали столы. И, наверное, на процентов 70 это участники с бейджами этой выставки, да. Это, соответственно, сколько сувениров, сколько мы сегодня сувениров казахстанской продукции раздали для того, чтобы, которые делают наши, например, там, умельцы, ремесленники и так далее. Это отели, я знаю, что на эти даты практически невозможно найти отели в Астане, да. Это, соответственно, огромный-огромный приток инвестиций, денег, которые приносят сюда. Ну, это вообще, в принципе, это имидж, это популяризация, это уровень образования, это уровень интереса, это повышение общего уровня сервиса, это тоже обучение того, когда они приезжают и говорят нам, вы должны делать так, у вас должен быть сервис на вот таком уровне, вот в ресторанах должно повыситься, там, не знаю, качество питания, еды, отели должны работать на новом уровне. Вот это, то есть, достаточно можно долго перечислять. Это все дает как раз въездной туризм и приток иностранцев. А какие меры у нас все-таки сдерживают развитие отрасли? Ну, проблем было много, мы работаем уже больше 10 лет на этом направлении, проблем было всегда много. Сейчас я скажу, что, честно сказать, много чего сделалось, очень сильно поменялось отношение к туризму государства, реально много сделалось, это как бы не просто на словах, остальное дело времени. Единственное, чего не хватает, именно на системном таком уровне, правильное продвижение. Под правильное продвижение я подразумеваю, не просто какие-то, вообще в туризме чудес не бывает, он любит тишину, стабильность и долгосрочность. Спасибо вам, Антон, большое за беседу, а я напомню, что сегодня в туристском форуме принимает участие порядка 127 отечественных представителей отрасли. И на этом у меня пока вся информация к данному часу. Ельвира, вам слово. Благодарю, Улпан. Продолжим. Россия и Украина могут заключить соглашение по доставке газа в Европу до конца года. Об этом стало известно в ходе переговоров в Брюсселе, о чем договорились делегаты встречи в обзоре аналитиков в Блумберг. В Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по вопросам транзита газа в Европу между делегатами России, Украины и Евросоюза. Конкретных договоренностей им достичь не удалось. Тем не менее, стороны выразили оптимизм, что они подпишут соответствующие контракты в текущем году. Так, по словам министра энергетики России Александра Новака, Москва согласна с тем, что будущий транзитный договор будет основываться на европейском законодательстве. Его украинский коллега Алексей Оржель, в свою очередь, добавил, что Киев будет работать над созданием независимого газового оператора. Предполагается, что инициатива будет реализована до 1 декабря этого года, за месяц до истечения срока соглашения по транспортировке газа. Если же Украина не успеет создать газового оператора до конца года, то стороны готовы продлить нынешнее соглашение по доставке топлива. Также добавим, все стороны условились вновь все из-за стол переговоров до конца октября. Напомним, российский газ поступает как минимум в 14 государств Европы. За последние 13 лет из-за споров зимние поставки голубого топлива приостанавливались страны ЕС два раза. Между тем, общий объем хранилища газа в Евросоюзе составляет около 100 миллиардов кубометров, а годовое потребление топлива больше примерно в четыре раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok